Вели в эксплуатацию, будьте добры отчитаться. Кому выходные, а вот президент республики минувшее воскресенье использовал для визита в набережные Челны. Сначала он встретился с командой КАМАЗ-мастер, об этом расскажем в нашей программе чуть позже. А следующая цель рабочей поездки – проверить, как осваиваются инвестиции и бюджетные деньги. Для начала Рустам Мениханов направился в район Элеваторной горы, где он осмотрел недавно построенный мост через Челнинку. Заказчиком этого объекта выступил глав Таддор Транс. Этот мост и улицы, ведущие от него через трамвайное депо на Элеваторную гору, были и раньше, но после реконструкции их пропускная способность увеличилась. Новая переправа через реку стала шире прежней на 3,5 метра. Кроме того, тут появились тротуары и фонари. Работы шли с мая по ноябрь. Общая стоимость объекта – это 180 миллионов, включая строительство нового моста и реконструкцию данной улицы. Общая протяженность улицы 2 километра. Она запроектирована и построена под нормативом магистральной городской улицы. Президент Татарстана в буквальном смысле пронесся по новому мосту. Быстро расспросил строителей и чиновников о том, что и как было сделано. И достаточно ли этого для того, чтобы решить проблему с трафиком. Раньше тут были солидные пробки. Далее делегация отправилась на площадку индустриального парка Чулны. Этот масштабный коммерческий объект добавит промышленной мощи всей республики, уверены инвесторы. А Рустам Мениханов выяснил, чем власти Татарстана могут помочь им. Тут же появилось предложение презентовать этот проект на крупной конференции в Индии. Я думаю, что мы там будем когда-то говорить, мы будем говорить о приглашении индийского бизнеса. Ты понял, да? В Индии ты летишь с нами? Нет. Ну, ты летишь с нами. Очень хороший проект. Поддерживаю. Да, спасибо. Сделайте протокол поручения. Индустриальный парк Чулны уже ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами. Его планируют достроить и полностью заполнить резидентами в 2020 году. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Чулны.